Академическое пение – одна из самых популярных номинаций фестиваля «Одаренные дети Подмосковья». На сцене лучшие вокалисты из музыкальных школ района, воспитанники ведущих педагогов. В рамках конкурса выступают не только солисты, но и дуэты, трио, квартеты. Открывают фестиваль самые юные участники. Шестилетние вокалисты некоторые учатся в подготовительных группах. Кто-то уже поступил в первый класс. Осенний камень не гордит, моя сногновая березда, не приходит заговорит. В жюри конкурса авторитетной педагоги Марина Громова, преподаватель Московского государственного института культуры и Татьяна Сайко, председатель предметно-цикловой комиссии академического пения, педагог Губернского колледжа искусств. Несколько десятков номеров – ярких, звучных, неповторимых. Оценивая юные дарования, члены жюри стараются быть объективными. Критерии для всех едины – правильность постановки голоса, чистое интонирование, выразительность, понимание музыки и того, о чем поешь. Благодарю за светлый мир, когда мир вдруг открылся целый мир, твой мир музыкант. Музыка К выбору репертуара у жюри тоже достаточно строгий подход, потому что то, о чем поют дети, они должны понимать, конечно, прежде всего и должны доносить содержание этих произведений. Русская и зарубежная классика, советские детские песни. Репертуарная палитра поражает цветами и оттенками звучания. Младшие вокалисты, а их большинство – 45 конкурсантов – поют о родине, любви, радости и счастье. По-детски наивно и искренне стараюсь прочувствовать каждое слово, не сфальшивить, взять нужную ноту, так, как учил педагог. Из года в год участвуют преподаватели, уже опытные и представляющие большое количество участников. Мне очень приятно представить Светлану Юрьевну Виноградову, это наш преподаватель. Это Светлана Сергеевна Каменская, также новые преподаватели нашей школы. Это преподаватели Зареченской школы, школы классика. Ну, часто побеждают и неожиданные участники, и традиционные. Так что это всегда загадка, всегда это тайна, и мы ждем результатов. Академическое пение – четвертый этап районного фестиваля «Одаренные дети Подмосковья». Впереди творческий конкурс фортепианных ансамблей, клавишных и народно-струнных инструментов. Завершится фестиваль по традиции хоровым пением. Каждая школа готовит свою яркую программу, которую жители района смогут оценить 22 марта. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Мария Подмосковья